Девушки отдыхают «Мама, а почему вы так решили, а?» Она говорит, «Ну, потому что тебе уже 53 года». Я говорю, «Ну, мама, а может я еще немножко подожду, а?» Она говорит, «Угу, дождешься. Так, придет к тебе невеста в черном капюшоне с косой. Быстро жениться, а то компьютер выключу». Я испугался, думаю, «Мне надо до субботы жениться, потому что мы в субботу с моим другом на компьютере в танчики играем». Дал объявление в интернет. «Уверенный в себе мужчина, имеющий стабильный доход, мамину пенсию». «Женится на женщине женскому полу». А о себе в постели зверь. «Сослик в период спячки». А тут мама говорит, «Сынок, я про тебя рассказала на работе нашей бухгалтерши Верочке. «Она как услышала, что в городе есть мужчина, который ей еще не знаком». У нее аж глаз загорелся. Сказала, придет сегодня вечером. Пришла. Я смотрю, юбка вот такая вот короткая. Я думаю, «Ой, видно, живет бедно. Ткани не хватило». Она говорит, «А вам не скучно все время быть одному?» Я говорю, «Я не один. У меня собака есть. Булька. Порода чмотерьер». А она говорит, «А что вы делаете? А по вечерам вы куда ходите?» Я говорю, «В туалет». «Умываю зубы, чищу. Смотрю, спокойной ночи и баеньки». Она говорит, «Так, может быть, сходим куда-нибудь вечером вместе?» Я говорю, «Ну, мы там вдвоем не поместимся. Кабинка очень узкая». Она говорит, «Ну, вот смотри, я женщина, восемнадцать лет в разводе. Как ты думаешь, чего я жду?» Я говорю, «Пенсию». Она так, она так смотрит на меня, так… «Хвать со стола клубничку и давай эту бедную клубничку мурижить». Я так на нее смотрю, думаю, «О-о-о-о…» Видать, голодная. Надо пойти котлеты спрятать, а то все сожрет. А она так меня рукой за шею обняла и шепчет. Укуси, укуси, укуси меня. Я говорю, ну, вы бульку попросите. Она хорошо кусает. Она говорит, она мне говорит, ну что, давай уже займемся с тобой чем-нибудь неприличным. Я говорю, ну, отлично, давайте с балкона плеваться. А она мне говорит, ну, раздень, ну, раздень меня. Я думаю, вот тунеядка. Я уже в три годика сам раздевался. Вольфики, шортики так на стульчик вешал. А этой сорок лет, кобыла ленивая. Я говорю, ишь, барыня какая, сама раздевайся. Она говорит, поняла. Музыку включила на стол, с ногами залезла. И давай под музыку себя одежду сбрасывать и по углам раскидывать. Я смотрю на нее, думаю, ой, ой, какая же из нее хозяйка уйдет. Если она трусы на люстру зафинделила. А она, она со стола спрыгнула, идет так на меня, так дышит. Гобы облизывает. Я думаю, господи, видать, у нее астма и эпилепсия. И говорит, я хочу съесть тебя. Я думаю, господи, вот что кризис с людьми делает. И тут Булька исполнила ее мечту насчет укусить. Прямо за то место, в котором она на столе виляла. Она как закричит, придурок. Ты так и не понял, зачем я пришла. Ну и живи со своим Булькой и убежала. Ну вот. Так, женщины. Я чего сюда сегодня вышел? Вот может есть в зале одна женщина? Незамужняя добрая, которая захочет со мной сегодня ночью в танчики поиграть. Игорь Христенко.